Он уже здесь. Эксперты уверенно говорят, первая волна паводка пришла на Алтай. Сегодня стало известно, что в Третьяковском районе вода отрезала от остального мира пять домов. Еще раньше существенный подъем воды заставил понервничать жителей Краснощоковского района. Там же начался паводок и весной 2018. Правда, в этот раз большая вода идет медленнее. Но жители все равно делятся впечатлениями в соцсетях. Это у нас аэропортная. Представьте, все, что вообще кошмар. Краснощоково – наши дни. Вода заполняет низины, подступает к жилым участкам. Такая река растянулась на целую улицу. Впечатленные жители не сдерживаются. О, как все, вообще прям все. Вчера в районе деревни Краснощоково 6 числа наблюдался подъем талой воды. И уровень речки поднялся чуть ли не на полтора метра. МЧС предпринимала меры по откачке воды из подтопленных домов. И латают дамбу, где ей были нанесены небольшие повреждения. Сейчас уровень воды упал. Все нормально. Нормально, да не очень. Тот же местный житель пояснил, смыло некоторые части дамбы, которые должны были отвезти воду в сторону от села. Конструкцию уже подправила техника. Вопросом безопасности в муниципалитете обеспокоено и краевое управление МЧС. Также накануне стало известно о скоплении талых вод в райцентре Краснощоково. Сегодня туда направлены сотрудники аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Алтайскому краю с комплектом водоналивных дамб. Вон, сын, видишь, через трассу идет. Это на Красную Сибирь. Вот через улицу тягачат. На одном из участков трассы в Краснощоково соорудили временную дамбу. Размыло дорогу в селе Староалейское Третьяковского района. Пять домов оказались отрезанными от остального мира. Сами участки, к счастью, не подтопило. Спасатели помогают людям, которые оказались в осаде половодья. Поводок вновь начался с предгорных районов. Юг Алтайского края уже встречает активное вскрытие рек. Черыж, Аллей, Ануй. Алтайскому краю уделили особое внимание и на всесибирской пресс-конференции, посвященной паводку. Но здесь я хочу обратить внимание, что у нас будет очень теплая, по предварительному прогнозу, вторая декада апреля. И на нее придется наибольшая интенсивность снеготаяния. В ожидании подъема воды оперативные группы работают в Красногорском, Бийском и Черыжском районах. Проводятся все подготовительные работы. Например, на БИИ к спасателям присоединились военные, вооруженные взрывчаткой. Также муниципалитетами проводятся мероприятия по чернению льда, уменьшению ледового покрова, распиловке льда, а также по вывозу снега. Финансовые резервы созданы Алтайским краем, заключены договора на привлечение авиации, для проведения взрывных работ и заключены договора с организацией, которая будет задействована в случае появления заторных участков на реках края. Переход воды через дорогу зафиксирован и на трассе Шипунова-Краснощекова-Курья. На 52-м километре будьте осторожны. На дороге Олейск-Безголосово тоже произошел резкий подъем талых вод до уровня моста. На месте установлены запрещающие дорожные знаки. Альтернативный проезд до села Безголосово через трассу Олейск-Петропавловская-Смоленская. Актуальную информацию о переезде можно уточнять по номерам телефонов, которые находятся на ваших экранах. О ситуации вам могут рассказать дежурные управления дорог Алтай, ГИБДД и службы МЧС. В министерстве рекомендуют, если ваш дом находится в зоне вероятного подтопления, приготовиться к приходу воды, отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в печах, поднять ценные вещи и мебель, закрыть окна и двери, отвязать животных и не забыть при эвакуации ценности, документы и небольшой запас продуктов. В целом от первой волны паводка в этом году могут пострадать более 45 тысяч человек, а это 182 населенных пункта. Но вода зайдет во все из них, только если реализуется наихудший сценарий. Положение края, конечно, зависит от таяния снегов в горах Республики Алтай. А устойчивая плюсовая температура там устанавливается в конце мая, начале июня.